Вечер добрый. Слушаете вы свое радио, надеюсь, уже давно и привычно для себя, включая свой радиоприемник или свой гаджет, уж как у вас там заведено, к восьми часам вечера. Потому что именно в восемь в этой студии начинается программа «Живые», куда приезжают, прилетают, сегодня именно эта история, разные музыканты, люди, которые интересны не только в музыкальном смысле, но и в человеческом. У нас есть добрая традиция. Сначала песня, ну это в некотором смысле музыкальная заявка, а дальше уже начнем наше собеседование. Как всегда, «Живой звук» в программе «Живые». Поехали. Едем уже. Кто я такой, когда во мне прячутся два меня? Заставляя поверить в то, что приносит мне боль. День за днем я бежал, как вверх теперь, прятавшись от себя. Голос гнал меня прочь, а сам летел следом за мной. Может, я след, где-то собственный след давно потерял. Пройденный путь невозможно вернуть назад и начать сначала. Ледяные мосты раскололись между мной и бесконечной свободой. Упали с водой за пепельной. Ну вот и все. Мои глаза закрылись и загорает надежда моя. Во тьме пустой, во мне в реке слились несмиряные. Нет, народы, меня. Убивают злость, превращают в пепел. Расшимаю гость, но попутный ветер. Душа моя, незваный гость. Кто ее здесь встретил? Душа моя, незваный гость. Пеп dalej! Душа моя, незваный гость. Девушки отдыхают 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 Гончаров Алексей Все правильно? Да, абсолютно верно Всем привет, друзья Вот, молодец Дальше у нас Роман клавишник И бэк-вокалист Роман Мурсалимов Да, добрый вечер Всем слушайте Очень хорошо, что В ударение попал Ну и барабанщик коллектива Обычно в любом музыкальном Коллективе, в котором Есть барабанщик У него собственный микрофон Видишь, остелевает тебя Сейчас лампочка Подожди Вот лампочка загорелась Можно говорить Вот нету Лампочки А вот загорелось, смотри. Опа, нету. Вот лови, когда загорится. Сразу. Раз. А, вот все. Всем привет. Даниил Арсагид. Привет. Даниил, дорогой, если захочешь что-то сказать, ты там дай мне знать, да? Тогда я тебе просто буду его включать, иначе он испоганит нам весь звук, если его оставить там включенным. Вот это, собственно, и есть коллектив «Сибириус». Ну, нет одного человека здесь с вами, басиста вашего. Да, так получилось, что, к сожалению, так получилось, что... Слушай, ты так начинаешь, как будто бы что-то случилось. Ну, да, конечно. Мы же планировали сюда полным составом вообще прибыть, но он жив, здоров? Да, все, слава богу, с ним в порядке. Я начал нервничать, понимаешь? Он так издалека начал заходить, но, к сожалению, такая трагическая история. Так, господи, прости, что случилось. Так, рассказывай, почему не приехал. Ну, уже было известно, что мы едем на свое радио, уже был назначен день, но, к сожалению, вот так вот вышло, что наши пути разошлись. И мы... Нам ничего не оставалось сделать, конечно, как вот подготовить плейбэк бас. То есть бас звучит в плейбэке, мы сразу предупреждаем об этом, чтобы не было вопросов, почему звучит бас, а басиста нет. Ну, так вышло. Коллектив молодой, еще пока состав трется, притирается, это все еще будет продолжаться сразу, предрекают, да, какое-то время, но без этого не обходится, мне кажется. Но, тем не менее, в общем, в итоге вы здесь сегодня четвером, но звучите так полноценно, как и должны звучать. Как называлось первое произведение? Первое произведение две стороны, она и открывает альбом. Ага, кстати, да, надо сказать, что сегодня презентация вашего альбома. Первого. Первого, да, дебютного альбома. Сколько групп существует? Группа, наверное, существует, я так полагаю, с августа пятого года, да, если... Пятого года? В смысле, пятнадцатого года, пятого августа. Ну, официально принято считать дату пятого августа 2015 года. Ну да, с момента выхода альбома. Подожди, пятый август 2015 года, это меньше года тому. Ну да. То есть это вот группа заявила о себе в качестве уже сложившегося состава. Ну, у меня была информация такая инсайдерская, что с двенадцатого года вы как будто бы существуете. Ну, если углубляться в корни и там рассматривать... Год моего рождения, 1990. Да, да, кто когда там пришел и там, что когда сделал, то есть там, что основал, кто кого пригласил и так далее, то это можно, конечно, еще там лет семь назад. Ну, там с разных коллективов, конечно, то есть нельзя назвать, что... Берем начало именно с тех времен. Ну, в общем, вы считаете дату своего рождения 5 августа 2015 года? Да, абсолютно. То есть 5 августа 2016 года вам будет год? Да, абсолютно. Просто до этого времени мы никак о себе не заявляли, не выступали, ничего не делали, только записывались и репетировали. Понятно. И сразу же вы, что называется, заявляете о себе с альбома? Да. Как называется альбом? 12-12. Так он и называется. Сакральное число достаточно. Я пытаюсь как-то сопоставить. Ну, 12 апреля, я понимаю, День космонавтики. Юлий Алексеевич Гагарин стрельнул в космос. А с чем связано 12-12? Вот как раз песня у нас, которая следующая должна... Была бы быть. Да, была бы быть. Которая будет. Молодец, 5 баллов, так? Вот. Она как бы была написана 12 декабря 2012 года. Вот. Была именно вот написано начало. То есть получается, это первая песня? Первая песня, да. И потом в результате мы назвали альбом в честь этой песни. Замечательно. Ну, в общем, сегодня, я думаю, удивлений будет много. Прежде всего потому, что, как оказалось, коллектива меньше, чем я даже предполагал. Года еще нет. Уже у них альбом и 12-12 есть какая-то сакральность. И в этом тоже. И я не договорил. Они ведь просто взяли, купили билеты и прилетели сюда из Новосибирска. Для того, чтобы сыграть в программе «Живые», уехать в аэропорт и снова улететь в Новосибирск. Дальше репетируем. Я правильно трактурую? Да, дальше репетируем. Да, все верно. Почему я и сказал, что эти ребята совершили поступок, причем поступок серьезный. Были у нас, конечно, из Камчатки прилетали музыканты в программу. Было и такое, безусловно, издалека. Но сейчас я имею в виду, что на данном этапе это тот случай, когда я сижу и хотелось бы встать перед вами. Просто потому, что вы совершили, на мой взгляд, большой серьезный поступок. Спасибо вам за это. И аудитория вам страшна, за это благодарна. Давайте следующую песню петь какую-нибудь. А, 12-12. 12-12, как раз, да. Будем считать, что это вот как знакомство аудитории своего радио с вашей первой песней, которая была написана, которая была записана. «Сибириус», читайте правильно. Я теперь просвещенный человек. Погнали. «Сибириус», читайте правильно. Замереть лишь на миг, нет сил сдержать этот крик. Когда страх высоты сжигает стропы ступы. Брошен вниз и распят, я все же грешен и свят. Расделив эту врань, я понял тысячу тайн. Этот экстаз я чую каждый тысячу раз. Одно и даже нам это вновь не повторить. Жажда, как воск, следащий в песню прямо насквозь. Что бесполезно, ее ни скрип не удалить. Мне себя не сдержать. Возьми, ищу я рассвет. В пустоте, где душа сама себе даст ответ. Оглянись, посмотри, как было там нелегко. Что-то мне не варил, но я уже высоко. Оглянись, посмотри, как было там нелегко. В сердце и душе моей Солнце и луна В отражений глаз Время рукой сгибает сталь Весе полной уносит крик Что мы не ждем, встречая нас Что мы живем, сравняя грязь Весе полной уносит крик 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 Солнце и луна В отражении глаз Твоих Хорошо вошло, я бы так сказал Присаживайся, иначе тебя слышно не будет К микрофону подходи, пожалуйста Это была первая песня, я так понимаю, коллектива, написанная 12 декабря Да, 12 года Ну вот знаешь, что я тебе скажу Извини, конечно, у меня просто опыта немножко больше уже в этом смысле, в музыкальном плане Если бы я услышал эту песню вот в том виде, в котором она есть Полагаю, что тогда она в таком виде не звучала В любом случае, это, скорее всего, еще была такая несколько рыба Которую потом дорабатываешь Ну вот мне бы сказали, что это первая песня молодого коллектива Я бы, откровенно говоря, в это просто не поверил Просто не поверил Это вот тот самый случай, когда я сегодня, наверное Я вообще хвалю часто, но хвалю за дело А сегодня у меня нет никаких других слов, коими эмоций Просто эмоции Передо мной совершенно юные еще музыканты Ну, в музыкальном смысле, в музыкальном плане, в человеческом Но они точно знают, что делают Отлично понимают, как это должно звучать Есть какое-то музыкальное образование? У ребят, да, вот я думаю, они могут рассказать об этом Обычно вокалисты все бездарные люди, они без образования Давай рассказывай тогда, какое Ну, первое образование, это, конечно, музыкальная школа Второе, это колледж культуры Вот мы с Романом вместе учились на одном курсе Потому и похоже внешне, да, я понимаю Ну, да, на сцене почему-то всегда Похоже, что я могу сделать, если у вас, знаешь, два молодца одинаковые с лица Так, 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 это был колледж, да? Да, и вот сейчас мы уже заканчиваем педагогический институт Педагогический институт? Ну, уже на факультете дополнительного образования, то есть это Ну, кем ты будешь по образованию? Педагогом Кого? Чего? Ну, музыки или там Ах, все-таки музыки, профессионально Да, да Окей, окей Занимаемся, работаем профессионально Но гитарой ты владеешь Ну, немножко Могу я узнать средний возраст коллектива? 24-5, наверное, 25 25 лет, средний возраст Чуть выше, чуть старше, но вот как раз в этой планке Ну, сами делайте выводы, уважаемые Я сейчас обращаюсь к аудитории Надо сказать, что даже эфир не начался А уже было под анонсом Ох, как-то Задурили мне башку Сейчас расскажу кое-какие важные вещи А уже под анонсом было более 150 сообщений Сейчас у них за 200 уже ушло Тут и ваши поклонники, естественно Кстати, обращаюсь к аудитории Поклонникам групп Сибириус В группе своего радио принято общаться нормальным русским человеческим языком Я сейчас говорю вот о чем Нет-нет, секундочку Я так на всякий случай Просто бывают случаи, когда люди залетные Залетают к нам, да, и начинают свою вот такую игру Которую они привыкли у себя в сообществах Не буду употреблять Ну, вы понимаете, да? Через слово употреблять Можно понять, какие термины употребляются Так вот, здесь все общаются нормально Общаются вежливо Если вы хотели бы как-то покритиковать То делайте это исключительно Такой бесцинизма Давайте так пытаться помогать парням Добиваться определенного результата В этом наша задача Все, так вот Забыл-то я вот о чем сказать Если вы хотели бы с нами связаться Милости прошу СМС-портал 4647 4647 Сначала пишите свои Парабельщик А дальше ваше сообщение Это, как всегда, могут быть Вопросы, эмоции, впечатления Делитесь, чем можете И чем хотите Группа То есть сообщество Официальное сообщество Своего радио ВКонтакте Там уже давно выложен анонс С фотографией Вот поэтому я спросил Вас пятеро на фотке Я вот поэтому Да-да-да Я спрашивал, да Нашли хорошее, видимо, Местечко такое Под мостом Как я понимаю Под эстакадой Новый мост Ну, брутально Брутально Ну, вы же в брутальную музыку играете Правильно? Значит, должно быть Все брутально Все правильно, логично Так вот Там, собственно, кроме фотографии Еще есть текст в анонсе А в самом тексте Группа Сибериус Читайте правильно Это с латинского Я сегодня образовываюсь Сибериус Называется коллектив Вот, собственно, выделен синим Значит, активная ссылка Кликая на которую Вы в секунду Оказываете в сообществе Вступая в это сообщество Вы, естественно, получаете Всю информацию Об их концертах Выступлениях, альбомах Новых песнях В первую очередь А это очень хорошо И полезно Если вы полюбите этих музыкантов Мы были бы вам признательны Кстати, я тут забрел К вам в группу И обнаружил логотипчик Такой Некислый Сибериус 2012 Ну, 2012-2012 Да, да Ну, сам логотип В смысле нашего названия Да, да Кто рисовал-то это дело Кто разрабатывал Замечательный человек Анна Ванеева Из Новосибирска Да, да Она занималась полностью Нашим дизайном Она и фотографирует нас И непосредственно Уже занималась И видео Вот если бы я этого увидел Не знал бы Я бы, честно сказать Даже если бы я не знал Что в Новосибирске Есть такая группа Я бы решил, что это западный коллектив Очень стильненько Я бы сказал бы Даже очень грамотно Это сделано Девочке привет огромный И она умница Она, кстати, умница еще и потому Что она, в принципе Все видео практически Которое есть в группе И все фотографии Это ее рук дело Вот так даже Да Ну, в общем, рекомендую всем Обязательно заглянуть Хотя бы к ним в сообщество Ну, вступить в ряды Это тоже требуется Мне кажется, было бы полезно Но, тем не менее Хотя бы глянуть на этот логотип Он действительно роскошен Он действительно Что-то я сегодня Много вас хвалить начал С самого начала Аж самому противно сейчас Надо, видимо, чаю с лимоном Без сахара выпить Чтобы как-то так Немножко расслабиться Но других слов не рождается Что я могу сделать Все очень красиво И очень эффектно Теперь еще момент важный Про чаты я не сказал Вы можете, кстати, видеть Все, что в этой студии происходит Для этого зайдите, пожалуйста На сайт своего радио Своерадио.фм Там сверху вы видите Плеер длинненький такой В нем слева Онлайн-аудио Это чтобы слушать Справа онлайн-видео С синим кружочком Это чтобы смотреть Кликаете на этот кружочек И оказываетесь в картинке Которую нам предоставляет Планета Ру Замечательная Краудфайдинговая платформа А там, кроме картинки Есть чат В котором тоже можно писать Что-либо Ну и чат есть на сайте Где тоже можете Оставлять ваше сообщение Хочу сразу сообщить Тем, кто, может быть, Не очень в курсе Что картинка Картинкой звук В картинке Не совсем тот Который должен быть Это я на всякий случай У нас привычные люди Привыкли делать так Они включают картинку Выключают звук И слушают из потока Вот, например, приложение Которое можно скачать Либо прямо с сайта Там действительно правильный звук Тот, который уходит Во Вселенную Ну, просто как-то так случилось Что картинка-картинка И вот звук туда Планета нам вставить Качественно Ну, не очень получилось Ну, как-то вот не знаю Почему так Я не хочу коллег Ни в коем случае ругать за это Ну, вот технически Не получается пока что А вот в потоке В том потоке Который радио называется Там все так Как должно звучать по-настоящему Так что наслаждение Получайте именно в звуке Картинку просто смотрите Чтобы видеть этих Всех в черном Ну, понятно, нормально Правильно Вы, кстати, знаете Свою музыку-то квалифицируете Это металл, что ли? Ой, на самом деле Я даже не знаю Молодец Все, ответ дан Очень хорошо Что... Пфу, зачем ты это сказал сейчас? Я же все время призываю людей Не определять музыку Никак ни по жанрам Ни по стилям Хорошо, это хорошо Нет, это просто металл Прогрессив Там километровое название На самом деле У вас просто офигенная музыка Все Какую музыку вы играете? Сибирскую Все Никаких других объяснений не нужно Играем то, что нам нравится Молодец Вот это очень правильно Да, я понимаю Так, а с барабанщиком Что было? Даниэр? Причем у клави Сейчас не знаю Ладно, вот Давай, давай У меня нет образования музыкального А как ты на барабанах Где учился играть? Ну, учился вот так Самолучкой, можно сказать Самолучкой? Брал, брал уроки какие-то Вот Образование группы Сибириус Да, понимаю Брал уроки у парней Парни тебе давали уроки Игры на барабанах, что ли? Ну, как бы Теория-то общая одна Ну, я могу сказать Что ради того, хотя бы Чтобы увидеть, как он играет Надо картинку все-таки посмотреть Столько эмоций в этом лице И столько потрясающих Совершенно флюидов Которые он запускает в природу В окружающую среду Это, правда, надо видеть И рубит по-настоящему Не по-детски Так, давайте петь дальше Иначе можем не успеть Что это будет? У вас песенки-то не короткие Да, так Лабиринт Лабиринт? Точно лабиринт? Да, песня Да, лабиринт Как раз идет третья по счету На альбоме? Да Ну, вот слышишь, как ты там звучишь Поэтому, если надо все сказать Подходи к микрофону Здесь сегодня Сибириус Это Калекиф из Новосибирска Так, на всякий случай сообщаем Погнали Стой, смотри, как лекует обман Как уходит жизнь из раз Чувство, что за туман Время ушло Все, что ты вспомнишь Дыхание стен Как уходит жизнь из вен Слепо сползаешь в бен Холодный враг В венах теплится я Нет дороги назад Лабиринт Из-за туман Ты попал В вере несу гряд Страшный плен Бори и сомнений Утонул Океан и слез Снова и снова Ты чувствуешь боль Что-то за твоей спиной Тянет тебя рукой Снова Ползти Всем Открыт Вход В бесконечный лабиринт Хватит ли сил, чтобы вспомнить тебя Только отрезать вверх от сна Сможешь Внутри себя Выход найти Вновь бред Смертный экстаз Приближает свой час Лабиринт Из-за гней Забвений Ты попал В вереницу гряз Страшный плен Бори и сомнений Утонул В океане слез В океане слез Смертный экстаз Бори и сомнений Выход найти В океане слез В океане слез Неизбежен опал Жизни нить разорвал В лабиринт из окней запени Ты попал в вереницу гряз В страшный пляж боя и сомнений Удалу в океане слез АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Сейчас добавим тебе ухи Не переживай Иди на место Мы с тобой говорим Все Два микрофона всего Там поем Там говорим Не теряем время Очень хочется о вас Немножку побольше узнать Сегодня Потому что первое знакомство И кстати у вас Суть по всему Первое выступление на радио Я так понимаю Да Тем более в прямом Живом звуке Да Что касается именно Выступления То первое А вот сейчас Я думаю было бы полезно И мы это сделаем Я хочу не напугать Конечно же Хочу порадовать ребят Попросить перекличку Вот сейчас пока мы разговариваем С Иваном в данном случае Вы пожалуйста напишите Из какого города слушаете Сегодня эфир Я уверен что сегодня будет много Из Новосибирска Или оттуда Из окрестностей Но тем не менее Хотелось бы просто Чтобы парни поняли Какая география Сегодняшнего их выступления Кто музыку пишет? Все Все Ну как на самом деле Вот Роман у нас Это ключевое звено В этом плане Ну клавишник же Ну да Ключевое звено Ты ближе к микрофону пожалуйста Подходи Настя не слышно То есть ты в основном Композитор Получается Так А откуда тогда Извини берешь Или черпаешь Если так Вдохновение Потому что есть Ну некоторые переклички есть Я сейчас не хочу Ни в коем случае Даже пытаться намекать Ни на что Но есть ощущение того Что ты где-то Учился этому Ну я имею ввиду У кого-то У кого-то брал Вдохновение Не подумай ничего Ну если вы имеете Какие-то группы Это Не то не это Я старался наоборот Как бы сделать Что-то более Наиболее оригинальное Как уж получилось Хорошо Не нам Ну так Подчерпал Много наверное у кого Ну что слушаешь Слушал Ну Сейчас в данный момент Да я не знаю Просто большое количество групп Ну так называй Чего Жалко что ли Ну я не знаю Там Даже Так сейчас Ну знаете Саботон Там Симфония Да много Много чего Ну ты уже назвал Собственно Ту сторону Которую я имел ввиду Тот самый симфонизм Который присутствует В музыке Сибириус Правильно Да Ну на самом деле Не только Просто сейчас Просто первое Что в голову пришло Ну на самом деле Просто Так это хорошо Братцы Это же очень хорошо Это очень здорово Лично меня это очень греет И радует Просто хотя бы потому Что вы делаете музыку Всерьез Не так как Часто это бывает Сейчас мы гитарки Жужу сделаем Вокалит Что-нибудь зажжет нас Не всем хорошо Девки уже начали Липщики снимать И радоваться Нет Вы всерьез Мне кажется Это делаете Не рассчитывая на то Что Ну то есть Не делая ставку Только лишь На какой-то Такой Секундный интерес Который может быть К вам проявлен По ходу дела Есть ощущение Что вы зарядились Надалеко и надолго Это естественно Это же Зов души Не прикажешь Идет по себе То есть Конечно Надо заниматься И там однозначно Как часто репетируете Давай-ка Репетируем Три раза в неделю Все понял Молодцы Ну что Ясно Для молодых Начинающих коллективов Вы сегодня Огромный пример Огромный И сколько раз Я тоже объяснял Рассказывал Что если уж действительно Вы хотите что-то добиться То нужно стараться И пытаться играть Как можно чаще И больше Даже бесплатно Просто показывать себя Конечно Вот так вот взять Собрать денег Сколько стоит билет На самолет Из Новосибирска Можно узнать Ну Пять тысяч В одну сторону Да Ну это если повезет А вам повезло Нам повезло А если бы не повезло Если не турбулентная зона Было бы дороже Обратно Обратно уже дороже получило Потому что мы поздно взяли Обратно уже Шесть с половиной Подоржали Обалдеть Ну это еще один Что называется Поклон вам до земли За то что вы это сделали Теперь я быстренько Прочитаю города Уже Понабросали нам города Откуда слушают сегодня эфир А дальше споете что-нибудь Ладно Тюмень, Пенза, Братск, Иркутская область Минск, Львов, Украина Великий Новгород, Пермь Казахстан, Есиль Город Киров, Новятки Горловка, Ростов-на-Дону Сольца, Новгородская область Тверь, Тула, Рыбинск Пермь, Пермь Лондон Действительно Лондон настоящий Гомель, это Беларусь Пермь, опять же Гулькевичи, Краснодарский край Кемерово, Щучья, Курганская область Город Петушки Владимирская область Могилёв, Беларусь Воскресенск, Московская область Ульяновск Бруклин Нью-Йорк Брянск Липец Архангельск Я знаю, что Канада здесь с нами Алтайский край Барнаул Санкт-Петербург, Москва Само собой Естественно Астрахань Найтвиши И Сабатон Понятно, да Города такие называют Значит Дальше Ещё тут какие-то были Мелькали Харьков Краснодар Ну и так далее В общем география достаточно серьёзная Я полагаю, что у вас сегодня Такой вот эксперимент и опыт Полезный будет Для большой, широкой публики Для большой, широкой аудитории На всём шарике земном Динская Это по-моему Это тоже Краснодарский край, кстати Киев Вот опять отписался Очень Большая, широкая И главное Радостно воспринимающая Новая Аудитория Это ценно Ещё раз Как называется альбом? 12-12 Ещё раз Как называется группа? Сибириус Ещё раз Год, от которого группа прилетела? Новосибирск Ещё раз Сколько вам времени? Ну, полгода Вот это всё Я сейчас сознательно попросил Ваню это сделать Потому что Я, когда это произношу Мне не верится Вот реально Мне не верится в то, что коллектив Настолько молодой И настолько крепкий Вот Австрия Отписалась, к примеру Клагенфурт Так называется город Откуда пишут И слушают в Австрии сегодня Давайте петь Что это будет? Следующее А что у нас там? Глобальная Глобальная игра Как всегда Живой звук В программе Живые Здесь сегодня Сибириус Из Новосибирска Погнали Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому О чем каждый день Диктуют нам СМИ О чем пропаганда Холодной войны Как трудно поверить Что это Обман Внедряя в умы Что жить нужно так Бегущие толпы На ложный маяк И лишь догадавшийся Сходит с ума Вердикт Тех кукловодов Чья власть Строит закон В нем спит Воя народа Ждет пас Разум окутанный сном Мы гоним вперед Чужой механизм Согрев талерат Наскил паразит Позволили сами Себя Убивать Хомут на плечах На шее Петля Но если мы Все же Не вспомним Себя Один за одним На судьбах Умирать Вердикт Тех кукловодов Чья власть Строит закон В нем спит Воя народа Ждет пасть Разум окутанный сном Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Вердикт Тех кукловодов Чья власть Строит закон В нем спит Воля народа Ждет Спас Разум окутанный сном А.Егорова Чем глубже в лес, тем партизанно толще, что называется. Сейчас потихонечку, чем дальше, тем больше люди вот уже кидаются в такие сравнения удивительные. Эстетический оргазм, понимаешь, у Ирины случился во время очередной песни. Анна Кормишева, знаете такое? Вот она передает привет, и привет от меня, я админ их фан-клуба. Я так ссылочку посмотрел, там уже 1300 человек. И, кстати сказать, в вашей-то группе, в вашем сообществе 3500. Это интересно, как это за такой короткий срок. Получается, вы настолько популярны в Новосибирске? Да, давай говори правду. Не, не, на самом деле не проводили никакой аналогии, мониторинга. Так получилось просто, видимо, ну, сначала, конечно же, официальную группу создали, то есть ВКонтакте. А потом, видимо, ну, видимо, по соседству начали добавляться и во вторую. Дело в том, что у нас в официальном сообществе там менее динамика, менее такая активная. Подожди, подожди, после сегодняшнего эфира, я думаю, она поактивнее станет. А, ну, дай бог. Так, я сейчас не только, не могу приказывать, конечно, очень прошу, если действительно вам нравится то, что вы слышите, вы вступите, пожалуйста, в их сообщество, будете получать от них информацию полезную. Ну, и ребятам хорошо, и нам тоже приятно, что вы там оказались. Я к тому, что за такой короткий срок обычно таких результатов не добиваются. Видимо, вы концертируете по региону или в городе? Нет, совсем нет? У нас было всего. Микрофон был. Ну, вообще у нас состоялся первый концерт, так скажем, после выпуска альбома, ровно через месяц, 5 сентября, вот, на набережной реки Опь, вот, и там мы, собственно, записали, как бы, лайв-видео. Вот, и вот это был, наверное, единственный такой, ну, как бы, концерт, которому мы, ну, в общем, на котором показали, выложились, и вот он был, как бы, главный, основной. То есть, а остальные там, ну, был отборочный тур, например, там, каких-то местных клубов. Благодаря Анне Иванеевой, то есть, был снят этот, было снято видео, вот, это, лайв. Очень благодарны Ане. То есть, крупный концерт был всего один. Ну, тогда, что я могу сказать? Тогда еще одна для меня удивительная вещь. Значит, получается, ваши песни как-то расползаются потихонечку просто через интернет. И люди, цепляясь за эти песни, приходят к вам в сообщество. А это говорит еще раз о том, ну, скажем, за полгода существования коллектива, 3,5 тысячи в официальном сообществе, это много, это клево, это замечательно. Если такая динамика будет продолжаться, то годика через три, а это какой-то такой начальный период для становления группы, у вас очень крутое сообщество, очень большое. Это говорит о том, что музыка у вас замечательная, и любит все-таки страна хорошую, тяжелую, качественную музыку. А меня это не может не радовать. Я сам обожаю тяжелую музыку. Ну, что я об этом повторяться буду? Ну, на самом деле, открыты мы для выступления, естественно. Да ты что? Да, конечно. То есть, вы готовы выступать? В будущем мы прям собираемся, естественно. Вы готовы выступать? Удивительно, какие музыканты пришли в эту студию, они готовы выступать, понимаешь? Да, конечно, готовы. И я уверен, что к вам обратятся. Я уверен, что вас услышат, вас заметят. Ну, как минимум, невозможно. Если есть в России нормальные, достойные промоутеры, достойные, я подчеркиваю, те люди, которые видят все-таки в музыке не только возможность заработать, но еще и возможность продвигать качественных музыкантов, то обязательно найдутся те, кто начнет вами заниматься активно. Давай петь дальше будем. Что это будет? Следующая песня у нас... Апокалипсис. Апокалипсис. Как всегда, живой звук. В программе «Живые» здесь сегодня Сибириус. Группу из Новосибирска на всякий случай напоминаю. Поехали. Поехали. Группу из Новосибирска на всякий случай напоминаю. Погляди, как в вишени О разном блеске теней Возникает мираж Из четверки коней Льется пепель и свет Оглянящих и страшных копыт Мир застыл, апокалипсис Входит зенит Мчатся всадники грозные Имеем смерть, война И кровавое душит Людям тайна Одиночеством каменным Город вечерний встает И вода смутит Жизнь уже не ничем Вот примасою жуткой печальной гордыней ума Павелонская башня И пророчит тревогу небесная сень Я на битрин веселье Мерцует зловещая грязь И окутал бесчувствием душу дурман Город вечерний встает Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Демон прославлен Воздух отравлен Тяжко и трудно отдышать Жизнь как монета С тягостной метой Магификает опять Шаг до распада Пламени ман Люди себя истребят В этом сползании И отрицании Ты лишь спасешься Чемпион Чемпион Все-таки прав я был Не зная вашего материала в полном объеме Так только прикасаясь к нему Симфонизм присутствует А это очень круто Вот я очень люблю Опять что-то я о себе Ну давай так Мне вот так скажем Нравится Лично мне Я сейчас никому не хочу навязывать Свою точку зрения Когда музыканты экспериментируют И копают глубоко Гораздо ведь сложнее Реально делать то что вы делаете Чем обычно начинают делать Молодые музыканты Почему молодежь Ну такая вот Я имею ввиду группа Первичная Которая только-только Начала свое движение Вперед Обычно играют панк Все очень просто Потому что там можно играть Грязно Можно мимо нот В общем даже Может чтобы на басу Калканье было А зачем Все равно мы панк играем Нет Вы как-то все всерьез делаете Мне интересно Был ли какой-то музыкальный опыт До этого коллектива У кого-либо из вас Играли где-нибудь Еще Да у каждого Десять лет Опыт конечно Каждый играл Ну Ну ты где пел В разных Ну я думаю Называть именно Сами группы Я даже во многих И не помню где я там пел Хорошие группы были Да Постепенно Постепенно То есть Уже перешли Как бы вот В этот состав На самом деле Раньше Много где пели Леша Ну а ты где играл Давай тогда Может быть ты не будешь Стесняться назвать группы Ну у нас Куча Тоже были Какие-то группы Там коллективы Названия которые ты не помнишь Нет я помню все названия Просто Просто они были Исчезли на самом деле Появлялись ненадолго Мы экспериментировали Искали И наконец нашли То что есть И поэтому Особо не стоит Зациклиться А Даниэль Нигде до вас не играл Вы же вы учили играть На барабанке Так понимаю Да Он тоже где-то играл Ну я тоже был опыт Немножко поиграл Ну можно считать Что в принципе Если по большому счету Вот этот состав Этой группы Группы Сибириус Это первый По большому счету Серьезный Ваш музыкальный опыт Да И причем Обалдеть Люди все равно приходили Уходили Это понятно Я почему спросил об этом В преддверии того сообщения Которое хочу зачитать сейчас Большой привет Из Новосибирска От Велеса Творческих успехов Продолжаете делать Качественную тяжелую музыку Артемий Велес Написал Что-то знакомый Парень Сейчас парень обидится Он с вами играл Ну вот Пожалуйста Хорошо С одной стороны Я понимаю конечно Что люди Мелькали где-то в жизни Мелькали Но не настолько же В общем Товарищ Велес Простите Я не хотел вас Подставить Ну ей богу Не хотел Я ведь искренне Читал сообщение Человека Который искренне Передает вам привет Он теперь обидится И не перестанет писать Ему тоже привет Большое спасибо Что смотришь Хотя с другой стороны Может быть я не очень понял Верное его сообщение Потому что он писал Я играл где-то Ну может быть он играл В другой группе Рядом с вами На каком-нибудь Кажется я понял Я с ним так знаком Да Все Да Все вспомнили Крокодилы не летают Ну так летают Но низенько Низенько Давайте так У нас времени осталось Пять минут до конца этого часа А песни у вас не короткие Надо бы закончить час Чем-нибудь забойным Сообщаю всем тем Кто может быть не в курсе После этой песни Мы уйдем на паузу Перерывчик небольшой Минуточек на пять Целый час у нас будет впереди Как будет называться Следующее произведение Забыл Рагнарог Как? Следующая песня Рагнарог Мне показалось другое слово Гороз Не хотел Никаких ассоциаций Погнали Живой звук В программе живые Как всегда собственно Сибириус Рагнарог Сибириус 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 Встречая Рагнарог Рагнарог Что прорицало Вельма Встало на порог Сибириус 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 Опустеет цветущая дверь По фьярдам Покрытыми льдами Прорьется Холодная смерть Прорьется Ночь Из царства Ель До самого дна Музбельхема Судьба Титана Выводом Прекрешена Вся Конит Назад Было Исток Первые дни Мир Вновь Возродится Как Детя В луках людских Вся Конит Назад Было Исток В первые дни Мир Вновь Возродится Как Детя В луках ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так долгожданный нами свет, нам наконец-то дарит ночь. Песни, застывшие на ветвях лет, уносящих прочь. Власть, что дана, так мечтачно и мала, Но смогла покрыться жертвчиной душа. Утонул среди звезд в черном тумане. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На своте четырех миров взойдет тоскар. Все гонит назад, былой исток, первые дни. Мир вновь возродится, как детям, в муках русских. Все гонит назад, былой исток, первые дни. Мир вновь возродится, как детям, в муках русских. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет! Пишет Рит Максим. Макс, большой привет тебе. Большущий. А кем он играл у вас? Гитаристом, ритмом, соло. Алексей, расскажи. Ну, играл тоже. Ну, играл. Я не знал, когда ты участие. Хорошо, что память тут не подводит. Вспоминайте человека, который с вами играл. Ну, тоже масса приветов. И из Новосибирска масса приветов. Передают огромное количество людей, которые радуются тому, как там у них жарко, ну и так далее. В живую хуже звучит, пишет Роман Губарев. Роман, ну, судя по вашей аватарке, камуфляж с автоматом, вас удовлетворить весьма сложно. Но я советовал и советую, если вы будете слушать не через картинку, ну, то есть видео, вы наверняка смотрите видео на планете, а слушать в потоке, а для этого нужно зайти на сайт, своярадио.фм, там сверху есть плеер онлайн-аудио, и слушать там, вы поймете эту разницу. Звучит все так, как звучало бы и звучит на пластинке, я в этом нисколько не сомневаюсь. За качество звука мы здесь, на своем радио, в программе «Живые». Как я раньше говорил, если звук будет плохой, я сам себе руку отгрызу по самой локоть. Кстати, тоже наш бывший басист, Роман Губарев. Ну, вот Роман Губарев. Он с нами играл. Роман Губарев, может быть, просто предвзят, да, немножко слушает. Слушайте в потоке, не в картинке, а в аудиопотоке. Сказать спасибо нужно обязательно Юрию Панфилову. Юрий Панфилов, звукорежиссер программы «Живые», и рядом с ним сидит человек, который вы должны представить. Антон Егоров. В данном романе начинает. Ну, это, собственно, человек, который сводил нам альбом. На самом деле, это довольно такая интересная история. Перед тем, как обратиться конкретно к нему, мы провели огромный мониторинг. Мы подали объявление, что за определенную сумму сведите нам, пожалуйста, наш альбом. И отозвалось, наверное, около ста различных звукорежиссеров, которые сделали предварительное какое-то сведение нашей песни, как, кстати, 12-12. Вот. И мы переслушали практически все эти... Ну, не практически, переслушали все эти там... Около ста вариантов. Наверное, даже больше. Да, может быть, даже и больше. И однозначно сошлись на Егоре, то есть мнение было. Ну, тогда у меня вопрос к Егору. Если к микрофону не пойдет, то хоть... К Антону, к Антону, к Антону. Антон Егоров. А, Антон Егоров. Извини, пожалуйста, дружище. Не хотел... Пошел к микрофону. Вот ты сидишь, контролируешь звук. Ты помогаешь, естественно, Юре в тех местах. Юра, звукорежиссер программы, он не знает, возможно, где какие громче партии. Ты удовлетворен тем звуком, который слышал? Да, да. Спасибо тебе большое. Можешь сесть с нами. Ну, и хочу сказать, что даже после записи сведения альбома он продолжает с нами сотрудничать, и мы регулярно к нему обращаемся как за конкретно каким-то, чтобы он свел, так просто за советом, то есть прозвучит ли вот это или не прозвучит уже в момент написания песен, то есть очень продолжаем сотрудничество дальше. Ну, это круто. Студия Эмбер Бласт, потрясающая студия, да, советуем обратиться, если что-то вдруг. Ну, москвичам это очень особенно важно. Да, 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 очень. Билет стоит примерно 6,5 тысяч, так, чтобы слетать туда, обратно еще тоже там тысяч пять. Значит, ну, в принципе, почему нет, за хорошим-то люди готовы, я думаю, летать далеко, если это действительно качественно, а я полагаю, что мы сейчас убеждаемся уже в том, что все у вас замечательно. Я извиняюсь. Да. Секундочку. Ну, вот на самом деле сейчас век интернета намного проще все это, ну, сводить, то есть мы не летели сюда, чтобы там писаться или там что-то делать, то есть мы просто отправили рабочий материал и человек все сделал. Он из Новосибирска? Нет, он из Москвы. Москва. Он из Москвы. Так получилось. Да, он из Москвы. Как называется студия еще раз? Эмбербласт. Если я не ошибаюсь, Антон, правильно? Все. Студия Эмбербласт. Да, где, собственно, он и проводил, я так понимаю, всю работу. И я от себя могу добавить, что действительно потрясающая работа была вот проделана Антоном, большое ему спасибо, потому что действительно много очень вариантов слышали. Все наши капризы. Общее мнение именно было целенаправлено на работу у Антонов. Кстати, уже мы говорили о лайве, то есть сведение лайвом, то есть аудио дороже тоже занимался он. Просто многие пишут и спрашивают, как, в чем секрет такого звука. Вот на будущее обращайтесь вот к этому товарищу. Эмбербласт. Ну, секретов он, конечно, не выдаст, но работу свою сделает качественно. Конечно. На СМС-портале здесь вот какое сообщение целебопытное. Вы раньше играли в новосибирской группе «Раскат». Кто это вы-то? Да, на самом деле... Которая распалась, будет ли переигрывать старые песни в будущем? Да нет, разумеется. Зачем? Вы все вместе играли, что ли, в группе «Раскат»? Нет, не все. Изначально основатель группы «Раскат» вот стоит Роман и вот Максим Рид, который там отписывался, гитарист. Ну, и вот, собственно, было... Ну, был эксперимент-опыт какой-то, я так понимаю. Был эксперимент-опыт, и мы продолжаем, как бы, ну, в рамках уже другого проекта. Ну, они продолжают в рамках других проектов своих, собственно. Да, то есть у нас добавились там участники, кто-то ушел, кто-то пришел, и мы вот уже, ну, вот, в сформировавшемся вот этом составе, мы, как бы, решили поменять название и, как бы, немножко сменить вид музыкального направления. А раньше это что было? Ну, раньше это была не очень музыка, которая... Ну, как бы, музыка драйвовая, веселая, вот, но, в общем... Не такая тяжелая. Не такая тяжелая, да. То есть она была полегче, то есть такой heavy power, но более позитивный такой, вот. То есть нам хотелось отклониться больше на темную сторону. Ай, браво. И при этом все ржут. Я понимаю, что в этом есть какая-то ирония, безусловно. Да, конечно. Но делаете вы то, что делаете, совершенно замечательно. Вот какая штука. У нас так сложилось, ну, по крайней мере, так любит аудитория, когда в студии хорошая группа и хороший барабанщик, все, ну, не все, но очень многие настойчиво просят соло барабанное. Я уж не знаю, насколько Даниэр открыт для подобных экспериментов, но было бы очень клево и хорошо, если бы это соло могло быть исполнено. Какое-нибудь так, не длинное, минут на 40, может быть, на 45, если... Я шучу, конечно, на предмет продолжительности, но тем не менее... Почему так странно на меня смотришь сейчас? Ты не играешь соло, что ли, барабанное? Все, не-не, вот сейчас ты не отмажешься. Вот это вот не соло. Так я сейчас могу потарахтить ногами. Если можно было бы. И, кстати, хорошо, а можно, кстати, вот так пойти таким путем соло, а после этого соло сразу какую-нибудь песню начать. Так, чтобы соединить одно с другим. Импровизация, да? Конечно, конечно. Очень интересно, когда музыканты умеют действительно импровизировать, на ходу джимовать по-жимовому. Это очень важно, опять же, для того, чтобы понимать, насколько крута группа, а вы, я уверен, это делаете на раз. Я абсолютно в этом не сомневаюсь. Ну, что, Даниэр спрятался? Он спрятался от меня, что-то класс. Готов? Можешь? Я извиняюсь. Дело в том, что у нас для следующей песни заготовлено интро уже. Хорошо, через песню. Соло-то мы послушаем сегодня соло? Просто дело в том, что перейти будет сложновато, потому что у нас плейбэк включает барабанчик, и мы нужно остановиться, включить, и поэтому такой резкий переход. Хорошо, тогда соло без песни, но тогда через одну песню, хорошо? Отлично. Договорились. С ними легко договориться, это хорошо. Как называется следующая песня? Тишина. Сейчас мы молчим или вы молчите? Как всегда, живой звук в программе «Живые» здесь сегодня Сибирьевс. Поехали. Сибирьевс. 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 Кто может быть другим, быть другим. Мы долго кричали, но небо Сжигала бессмолвие нас, ждали чего-то, Но лишь в ответ тишина. Только 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 тишина. 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 Полухим. А, Сергей, да-да, кстати, одна из... Одна из? Из групп, да, которая, вот, собственно, положила во мне основу, да, любовь к этой, именно вот к этому жанру, возможно. Что за группа-то, ну? Александрия ранее я пел, да, в этой группе, как вот рассказ. Сейчас мы все про тебя узнаем, да. Нет, на самом деле, да, очень многие, то есть, из нас поиграли, возможно, в раскате поиграл. У каждого были какие-то, ну, то есть, ранее группы, опыт и так далее. Вот я, например, получил опыт в Александрии. Вот Сергей Полухин, это гитарист. Вот изначально вспомнить-то не мог всех, а вот теперь как-то так всплывает. А так, да-да. Они здесь, рядышком. Ну, Сергея нельзя забыть, ему, конечно, молодец. Ну, на самом деле, мы с Иваном познакомились именно так, что мы вообще увидели, как он поет и были в восторге, соответственно, переманили его таким коварным методом к себе в раскат. А потом создали Сибириус, то есть, такая вот. А потом еще было название, потом еще было название. Ну, да, было куча всяких разных коллективов. А потом, да, и смена коллектива, и смена участников. И, в общем-то, сейчас мы, я считаю, вот именно в том составе. В оптимальном. Да. Все именно движутся к одной цели. Леонид Долгобородов спрашивает, а есть ли планы записать гимн для хоккейного клуба Сибири, это Новосибирск? А почему такой вопрос возникает, я не очень понимаю. Тоже не понимаю, но сомнение. Может быть, были какие-то разговоры? Да нет. Ну, понятно. Леонид просто сам себе придумал идею и подбросил. Запишите, пожалуйста, хоккейному клубу Сибириус. Оно им не надо, в общем. Ну, вы запишите. Почему нет? Не, ну пусть они там кому-нибудь из нас в группу напишут. Пусть попросят, да? Да. А вот, а вы запишите. А, кстати, делаете музыку на заказ? Ну, так интересно просто. Ну, смотря... Вот ситуация реальная. К вам обращается менеджмент хоккейного клуба Сибири. Кстати, хороший клуб. Говорит, напишите, парни, напишите для нас гимн, для наших болельщиков, для наших фанатов и для команды. Вы бы стали это делать? Стал бы, наверное, он делать. Ну, группы не знают. Ну, я занимаюсь оранжевками для каких-то там солистов и так далее. Но это не имеет отношения ни к року, в принципе, ни к каким-то там клубам. Что, попсой занимаешься? Ну, приходится. И денежки. Кушать хочется. Так, вот теперь мы вышли на тему денег. Тоже важный момент. И в этой программе это периодически происходит, просто потому, что понятно, особенно на начальной стадии музыкой зарабатывать, увы, невозможно. Вы же должны где-то работать, как-то зарабатывать себе на жизни. Кто чем занимается, кроме музыки? Ну, я работаю в продажах. Что продаешь? Я продаю. Деньги продаю. Так, интересная тема. Долго рассказывать. Ну, да, 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 это банковская сфера. Но, на самом деле, там очень долго рассказывать, что это за специфика. Ну, банковский служащий, давай-то. Ну, да, 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 да. То есть, я тебя спас сейчас. Прямым словом, да. Хорошо. Далее поехали. Кто, где, кто, как? Я преподаю в музыкальной школе гитару. Электрогитару классическую гитару. То есть, ты по профессии работаешь? Да, я работаю по профессии. И зарабатываешь на своей собственной профессии? Да, да. И мне это приносит огромную долю. Я тебя понимаю, Роман. Я работаю звукоревисером в колледже культуры. Да ладно. Которым мы учились, который заканчивается. Ну, то есть, по сути дела, тоже зарабатываешь близенько. Ну, да. Близенько к профессии. Ну, и там, агензировки кому-то, если что-то. Я уже понял. Даниил, чем зарабатываешь? Микрофон упал. Я подниму, да? Подними, да. Подними, да. Так, говорим. Ну, я тоже в музыкальной школе преподаю. Барабаны. Барабаны преподаешь. То есть, в принципе, каждый из вас, за исключением фронтмена... А я не договорился. Подожди, подожди. Что ты договорился? Зарабатывает себе на жизнь музыкой. А договаривай. Ну, и в университете... Сибирский государственный университет водного транспорта. А там ты что делаешь? А там звукорежиссер. В университете водного транспорта? Да, да, да. В сток-клубе. Со студентами. А, в клубе. Я просто представил себе университет, где нужен звукорежиссер. Да, и такой... Как бы, проще говоря, техник сток-клуба. Техник студенческого клуба. Да, да, да. Все. Все кругом хотят петь и играть, поэтому везде, в каждом любом заведении нужен свой звукорежиссер. Это же клево, но я часто привожу этот пример. Москва, Питер, большие города, огромное количество репетиционных бас, и они все битком забиты молодыми парнями, лет по 15-16, которые играют реальную нормальную музыку. Не по псячину, а вот гитарные дела. Это хорошо, и мы этому чрезмерно рады, потому что как раз мы за это и стоим. Ради этого радиостанция и создавалась. Мы только рады будем, если коллективов будет. Их и сейчас много. Заявок столько, вы себе не представите. Но сам по себе факт того, что их еще больше становится с каждым годом, меня лично только радует. Я раньше всегда приводил в пример голливудское кино. В каком плане? Если какой-нибудь молодежный фильм, и там речь идет о музыке, то играют они там что? Рок-н-ролльчик, как минимум. Как только фильм российский, есть музыка, там что поют? Какой-нибудь хип-хоп? Да-да-да. Вот, к сожалению. Очень хотелось бы, чтобы ситуация наконец поменялась. Тут, кстати, кто-то писал. Я сейчас так много сообщений просто потерял. Кто-то из тех, кто слушает эфир, учился с вами вместе. Вот дай бог бы найти человека. Если сейчас вы меня слышите, ну, надеюсь, слышите. Еще раз отпишитесь в свежих сообщениях. Посмотрю, неудобно просто. Человек учился с вами. Возможно, вы... Нет, вы его обязательно вспомните. Конечно. Возможно, вам будет приятно просто услышать от него привет. А, вот он нашел. Илья Евдокимов. А, конечно, да. Передайте ребятам привет, пожалуйста. Учились в колледже вместе. Да, это гитарист мы с ним учились. Он на курс младше меня учился. Ну вот, видишь, как все сходятся. Все-таки свое радио соединяет людей. Это приятно. Очень приятно. Ты сейчас не отлынишь все равно. Вот смотрит он на меня с уваляющими глазами, Даниил. Но мы договорились о том, что Соло... Да хватит уже издеваться. Соло ты сегодня сыграешь. Ну, правда, порадовать надо публику. Аудитория это сильно любит. И я уверяю тебя, что криков радости будет великое множество, если ты это сделаешь. Давай. Готов? Да нет, ну петь-то не надо. Ты только игра. Инструментал пока. Готов? Ну, вроде бы готов. Ну, тогда поехали. Я думаю, можно. Получаем кайф. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Ну, кивнул, что все. Я думал, все. Он продолжил. Ну, это креативный подход. Мне очень клево. Народ действительно радуется кричать тебе спасибо. Огромное количество благодарности прямо здесь, в ленте. Это не могло оставить людей равнодушными. Сол замечательное. А то, что ты играешь карданом, так это вообще вызывает у людей практически экстаз. На самом деле. Очень любится. Вот, браво. Драмер адский. Круто. Балдеть. Круто. Вау, вау, вау. Вообще барабанчики уникальные люди. Все их конечности будто на шарнирах. И живут автономно от тела, кстати, наверное, в жизни тоже весьма полезная история. В реальной жизни они только на барабанах. Значит, что бы группа бы хотела нового привнести в музыку или придерживаться, или они придерживаются традиционного стиля исполнения? Хорошенький вопрос. Это нормально. Вот как на этот вопрос ответить? Много, конечно, хотелось бы поэкспериментировать, наверное. Вообще, в принципе, не ставим какое-то там ограничение играть хэви или там что-нибудь еще. Конечно, хотелось бы каких-то других лично мне жанрах попробовать. Я не знаю, что Роман, Алексей. Ну да, мы думали, может быть, ну это как бы у нас еще пока планы на будущее, но возможно мы попытаемся сделать какой-то более модерновый звук. То есть более современное звучание. Ну это еще как бы пока на стадии зародыша, неизвестно еще, придем мы к этому или не придем. Ну если есть идея, то надо, конечно, прийти. Ну идея есть, а неизвестно же, как эти идеи получатся реализовать или нет. А ты не сомневайся, ты делай. Ну мы делаем. Правильно, иначе не получится. Я слышал в паузе, что речь шла вроде как акустика у вас даже есть какая-то, песня в акустическом исполнении. Ну это даже не то, чтобы песня, это пока еще только наброски, и мы как бы, в общем, мешкаемся в исполнении. Но вы не готовы ее исполнить, например? Просто я почему? Потому как после, ну вот среди этого всего мяса, в хорошем смысле, как говорит звукорежиссер программы «Живые» Юрий Панфилов «Мазафака», ну вот он имеет в виду эту музыку тяжелую, ну так шутку называют, а потом пошла «Мазафака». Мы можем сыграть инструментал, а потом разбавить, например. Вот эта акустическая история могла бы действительно очень клево лечь на ухо. Готовы вы это сделать? Да. На самом деле инструментальная вещь, она тоже очень тяжелая, то есть это не акустический вариант. Нет, это не про инструментал. Не про инструментал, не то, что мы вот сейчас в паузе говорим. Я не знаю про что, я же заставил ваше творчество ровно еще там так же, как и вся аудитория. Можно сейчас, например, исполнить вот инструментал из нашей тоже вот базы, да, и потом уже приступить, например, к акустической песне. Хорошо, договорились. Да, на самом деле мы песни альбома мы уже отыграли, то есть то, что... А теперь пойдут новые. Да, сейчас пойдут новые презентации, да, то есть это, ну, у нас их заготовлено две для эфира. Вот, то есть, ну, вот помимо альбома будет еще две презентации, две первые. Да, просто что это за песни? Это песни, вот мы готовим к выходу сейчас EP, ну, сейчас у нас на стадии записи. Я люблю это слово очень, да. Да, ну, просто мини-диск. Ну, понимаю, EP очень хорошо звучит. Да. Ну, вот... Еще люблю eBay. На радио уж нельзя выражаться, а тут все официально совершенно. EP. Да, я EP буду продавать на eBay. Будет EP? Когда будет EP? Ну, сейчас он находится еще пока даже на записи, в стадии записи, поэтому трудно. Каких-то рамок у нас нет. Но вы работаете. Мы работаем, да. Да, просто трудимся на результат, то есть пока не получится, мы как бы не можем дать каких-то прямых ответов. Хорошо, хорошо, от вас примем все, что угодно, просто потому что очень хотелось бы, чтобы с вами познакомились уже в огромном количестве людей. И дальше задавали бы мне вопрос, а этот вопрос уже звучит, Семен, вы возьмете их в ротацию, Семен, вы их возьмете, а я в конце программы скажу, я вот пока не знаю. Я вот пока думаю, я пока поиздеваюсь над ними, я вот пока думаю, я хочу посмотреть на их творчество с разных сторон. А вы давайте показываете, чего можете. Это важно. Сейчас будет инструментал, как я понимаю, да? Да. Сейчас просто это инструментал, но по выходу EP, вот, уже будет название, то есть, конечно же. А, то есть пока даже нет названия. Да, это прям, да, это прям. Прям свежак-свежак. Впервые, да, у вас это просто звучит, разумеется. А за эксклюзив, так вообще огромное вам благодарность, низкий поклон, снимаю шляп, что называется. Напомню, сегодня здесь коллектив из Новосибирска, группа Сибириус. Ребята, которые специально прилетели сюда, оттуда на самолете для того, чтобы сыграть свою программу и уехать обратно. Они молодцы. Я могу сказать, что это геройский поступок и очень важно, чтобы вы их поддержали. Вашей любовью, симпатией и интересом, безусловно. Поехали. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Теперь уже активнее за ней охотиться Вы продаете это у себя, я так понимаю Да, да Ну, в основном Это происходят заказы Через интернет И мы отправляем там в разные города То есть это всюду заказы То есть Москвы там, Даниэль, откуда еще заказывали Самые дальние у тебя откуда А, в Мексику у нас сейчас заказывали Мексико, в Японию В Японию 12 дисков Да, в Японию В детский дом, что ли? Ну, скорее всего, для ребятишек Нет, там такая ситуация, что Мы не знали, что это туда У нас из Москвы какой-то человек Мы еще не знакомы Завтра должны встретиться и передать диски Для Японии? Да, он сказал, в Японию пойдут Так может он просто приторговывать ими будет? В принципе, это не страшно, на самом деле Главное, чтобы они распространились Евгений Соловьев пишет в чате на сайте Своего радио Знакомство с группой для меня было настоящим открытием Музыка жесткая, мелодичная Одновременно, вокал, текст Спасибо Роману За знакомство с творчеством коллектива Судя по всему, кто-то из знакомых, наверное Евгений Соловьев За знакомство с творчеством коллектива Спасибо в свое радио за праздник музыки, который радует слух Успеха, вдохновения, творческих побед Евгений из Курска И он дописал, вот это инструментал, вот это напор, браво Ну вот, не только меня, это колбасного, судя по всему Скорее всего, действительно, народ с этим не может не согласиться Что именно полет грифа, вот вам название Секунда тишины, черное пламя свободы У нас на самом деле тоже все время колбаса Огненная рапсодия Сквозь тернии к мечте Последняя эпитафия, вот вам название Эпитафия, да Нормалды, да, последняя эпитафия Куда уже хуже, куда дальше эпитафия Из какого города пишут Сейчас посмотрю, черный маг зовут этого человека Из Пензе Человек пишет Пензенец Этого парня мы знаем А как правильно, Пензюк? Наверное, да Пензенец Нет, я без шуток Пензенец Как житель Пензы? Пензенчан Пензенчанин Тихо, тихо, тихо Нет, правда Правда, правда, интересно Я сейчас без иронии, ребят Я когда узнал, что в свое время еще в юности Что криворожцы и криворожанки, надо говорить А не криворожцы, они обижаются С тех пор я всякий раз интересуюсь Как же правильно называть Как правильно назвать гражданин Жителя города, вернее поселка Нет, это город Яблуновка Там буква я первая, не стесняемся Яблуновская Такое поселение Рядом с... Как яблун... Вот как их назвать? Яблун Цы Цы Вот как сказать Человек, живущий в городе Пензак Кто он? Пензюк? Пензенец Пензенец Пензенчанин Пензенчанин Вот сейчас пускай нам черный мак и напишет Да, пускай напишет И, кстати, это может стать названием для композиции Пусть они не обижаются, правда Да, герои патриотизма Вот такое название предлагают вам для этой Голос гор Почему-то О, кстати, неплохое название на самом деле Голос гор Кстати, неплохое название Тогда глаз лучше, наверное Да, глаз гор Глаз гор В общем-то, пензенцы он пишет Ну все, тогда пензенцы Вот пензенец Пензенец Будь в фан-клубе Отписываться В этом слое буква Т есть Отписываться можете Обязательно 46-47 Это короткий номер для смс К ваших сначала свои Потом пробил И дальше уже все, что хотели бы сказать Если имеете в виду смски Пишите, пожалуйста У нас еще есть некоторое время до конца эфира Здесь же в ленте В потоке То есть я имею в виду в данном случае Вконтакт Ну и в чат Я тоже заглядываю на сайте И в чат на планете В общем-то, всюду пытаюсь что-то вычитывать Если интересно, попадается тогда в эфир Мы к акустике подошли, я так понимаю А, нет, сейчас прозвучит еще одна композиция Тоже новая Она, ну, достаточно старая Но новая Так, так старая или новая? Она была написана очень давно Так Песня называется «Поверь в себя» Так Вот, ну, она войдет именно в новый Аранжировки В новый мини-альбом Да, это история то же самое Что у нас песня была «Глобальная игра» Это старая песня, но Да, да, да Взыванная по-новому Да, тут то же самое То есть это очень старая песня Тоже одна из наших первых В группе «Раскат», которую мы в итоге Абсолютно заново переписали И получилась совсем другая песня Но она старая и новая Когда вы говорите «Очень старая», я вдруг хочу задать вопрос Ну, наверное, 30 назад было написано, да? В вашем случае «Очень старая» Ну, это анекдот, конечно Ну, да, да, согласен Но давайте так Будем считать, что эта песня Одна из ранних в творчестве коллектива «Сибириус» По-моему, так звучит немножко точнее Как называется? Я пропустил Песня «Поверь в себя» «Поверь в себя» Как всегда, живой звук в программе «Живые» Напомню, здесь сегодня коллектив «Сибириус» из Новосибирска Думается, что у вас сегодня обязательно появится целая армия новых поклонников Хотелось бы в это верить и на это рассчитывать Погнали? Поехали! Субтитры подогнал «Симириус» Субтитры подогнал «Симириус» Солным, неуловимым взглядом Ты ищешь сам себя В отражении пустоты Тени, уж дающие рядом Проходят сквозь тебя Оставляя свой след внутри Жить в своей стране словно на чужбине Догорать в окне страшно, но от меня Знай, ты изменить все сможешь сам Не поздно все начать сначала Не берь лукавым голосом Услыша, чем душа кричала Кричала Ждет небо твоих шагов Небы у самых стен правды Все бьется в новых попытках душа Ждет небы твоих шагов В небо, где поднят, как Каждый основит только поверить себя в тебя ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мир твой всего лишь отражение Тебя самого Найди себя Ставшим рабом эфемерного счастья Собственных страхов своих Кто порождает их для тебя ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все, что ты боялся знать Уходят за мной То время не вернутся в связь Все, о чем хотел желать Останется сомнением То время не вернутся в связь Ждет небо твоих шагов Небы у самых стен правды Где бьется в новых попытках душа Ждет небы твоих шагов Небо оставит след Вежды, кто помнит, только поверит себя в себя ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА АПЛОДИСМЕНТЫ Эх, осталось у нас с вами совсем чуть-чуть Видимо, как раз на инструментал Пардон, на акустическую песню Но много слов сказать, помимо тех, что уже сказал Я давно-давно, уже давно прорабатываю себя в сознании Пока даже не озвучивал сегодня эту эксклюзивную информацию Давно обдумываю фестиваль Знаете, есть Ария-фест, да? О, да Так вот, у меня есть идея сотворить фестиваль Ария-подвинси В котором кедлайнером была бы именно Ария И созвать туда молодые коллективы Молодые, не очень молодые, возможно Но делающие такую живую, жесткую, качественную, классную, тяжелую музыку Это может получиться весьма иронично, с одной стороны Но если арийцы согласятся выступить хедлайнерами Это будет не столько ирония, сколько поддержка с их стороны Пора уже, наконец, признать, что короли королями А есть то молодое поветрие, которое с этими королями может потягаться в легкую Спасибо, братцы, за то, что вы сделали то, что сделали Спасибо, что вы приехали, спасибо, что вы себя показали Потому что рассказывать о вас можно было много Но один раз лучше показать, чем 358 тысяч раз рассказывать Завтра, на всякий случай, сообщаю об этом в качестве анонсов В программе «Живые принцессы Ангины» Это коллектив из Австрии, на секундочку тоже сообщаю вам Ну, русскоязычные, русские ребята, живущие в Австрии Сегодня вот Новосибирск, завтра Австрия Вот такая география у программы «Живые» Музыка совсем другого качества, я имею в виду другого жанра И по-другому звучащая, но это не умаляет их прелести Давайте петь, иначе мы уже чего-то не успеваем Как будет называться та самая акустическая песня, о которой мы столько говорили? Новый день, новый день Итак, прощаемся мы этой песней с коллективом «Сибириус» Можем мы начать уже? Ребята, время уходит, это прямой эфир Вы не забывайте о том, что мы не можем сейчас прерваться Или просто встать и уйти Надо петь Юра, куда ты пошел? Зачем тебе эта гитара? Юра, тебе зачем эта гитара? Скажи, пожалуйста Чего ты хочешь мне сделать? Та гитара, в общем, подстраивать еще надо время Все, все, начинаем Давайте Давайте Я не хочу просто взять и подрезать эту песню под самое «Не могу» А уйти слишком далеко в следующий час тоже не имеем права Там и артефакты люди ждут, между прочим, тоже Межпрограммка, которая стоит вашего внимания Ну Все, сейчас, одну секунду Уже три Здесь просто, да, произошла небольшая техническая такая вот Понимаю Сейчас, пять секундочек, больно Вам тоже на будущее, если вы приходите на прямой эфир Вы должны понимать, что у эфира время ограничено Абсолютно верно Поехали Все, пока до завтра Пока сибиряки готовят, все-таки инструмент Остается времени-то все меньше и меньше Микрофон тебе тот нужен, не этот Петь это должен туда, а не сюда Ну, давайте так, чтобы время как-то заполнить Сообщаю тем, кто, может быть, не каждый раз попадает на эфир В программе «Живые» пять раз в неделю с восьми до десяти вечера Абсолютно разные коллективы, абсолютно разных жанров А у нас до конца программы минута осталась, песни уже не будет Я вполне серьезно, мы не успеваем Уж будем интригу тогда хранить Эту песню вы будете петь в другой раз на каком-нибудь большом концерте Разные группы, разных жанров, разных стилей, разных направлений В чем и прелесть И чаще всего мы интересуемся коллективом по-настоящему Потому что те люди, которые приходят в программу «Живые» Это реально классные музыканты Мы сюда абы кого не приглашаем Ну, вот просто так сложилось Ты побывал в программе «Живые» Значит, повесь на себя знак качества Уж извините, но мы стараемся делать все возможное, чтобы это так и было на самом деле Спасибо, что были здесь Спасибо вам Когда вы, кстати, назад улетаете? Завтра А, то есть вы еще потусите в Москве некоторое время Да, конечно, еще хотим на Красную Ну, значит, у вас еще есть возможность и время посмотреть на Москву, какая она есть Она красивая Очень рада тому, что вы сможете это сделать И не будете метаться до аэропорта прямо отсюда Спасибо Вам большое спасибо Будьте здоровы, до новых встреч А с названием вы так это помаракуете Ладушки? Конечно Всем пока, до завтра